Побывав в этом месте, кажется, что здесь вовсе не воинская часть. Вокруг лес и тишина. В этом уютном небольшом одноэтажном здании проходят службу солдаты. Тут есть все необходимое для комфортной жизни пограничников. Столовая, спальня, учебные классы, библиотека, комната дежурного по заставе, комната отдыха и бытового обслуживания. Улучшилась материально-техническая база, усовершенствовались методы охраны границы. Небольшой, но дружный и сплоченный коллектив. Около 30 человек выполняют боевые задачи на территории 4-й заставы Казимирова. По состоянию службы, учебы и дисциплины застава неоднократно завоевывала призовые места в части. На охраняемом участке пограничной заставы с 1961 и по 1992 год было задержано 32 нарушителя границы. Сейчас ситуация немного лучше. В целом тут тихо, мирно и спокойно. Но без перебежчиков не обходится. В 2012 году два жителя Грузии пытались пересечь границу со стороны Польши. Спустя пару месяцев в этом же направлении двое чеченцев намеревались повторить нарушения. Однако, по словам молодого командира заставы Ивана Дунаева, в силу специфики местоположения пограничной заставы, тут самыми главными нарушителями являются дикие звери – лося, олени, кабаны. Мы выполняем каждый день боевую задачу. То есть каждый день солдатики выходят на границу с приказом и с оружием, с боевыми патронами. То есть в любую секунду они готовы действовать по обстановке. Если, не дай бог, границу попытаются нарушить любой из нарушителей, как с Евросоюза, так и с Республики Беларусь. Наша первая задача – это не дать нарушителям пройти через нашу неприкосновенную границу. Особенность участка пограничной заставы Казимирова состоит в том, что, во-первых, это в основном лесистый участок государственной границы, который охраняет застава, и большая часть которого входит в национальный парк Белорусско-Пуща. Вторая – это пограничная застава охраняет белорусско-польский участок государственной границы, протяженной с которым около 20 километров. Ну и нельзя не сказать о том, что в свое время здесь, на пограничной заставе, проходил службу глава нашего государства. Это налагает определенную ответственность на военнослужащих теперешних, которые считают своим долгом не только сохранять эти традиции, традиции прошлого поколения, но и приумножать их. Они надежно и отважно несут сложную и почетную службу на государственной границе. Пограничники, не знающие тревоги, не за страх, а на совесть, выполняют свой воинский долг. 21-летний брещанин Евгений Павлюковец проходит службу на 4-й пограничной заставе Казимирова уже год. Призвался он сразу же после окончания техникума. Вопрос, служить или не служить, перед Женей не стоял. Молодой человек убежден, каждый мужчина обязан знать, что такое армия. Тут особая атмосфера, которая заставляет немного по-другому смотреть на жизнь, более осмысленно и серьезно. Навыки, которые приобретаются только в армейских буднях, несомненно, пригодятся на гражданке. Рядовой признается, служба тяжелая, однако тут же добавляет, тяжело в учении, легко в бою. Можем ночью нести службу, постоянно могут поднять по команде тревога. Нарушитель может идти в любой момент, мы всегда наготове. Настоящий пограничник – это кто в вашем понимании? Пишите ему, какой он? Настоящий пограничник? Каким он должен быть? Он должен быть спокойным, сдержанным, должен соображать хорошо, на лету схватывать все, принимать ответственное решение в трудных ситуациях, правильное, чтобы не подвести себя, не подвести личный свой состав, потому что мы живем маленькой семьей тут на заставе. Каждый друга поддерживает, каждый помогает друг другу в каких-то ситуациях. Как и на любой пограничной заставе, какая служба без четвероногих помощников, разыскных и сторожевых овчарок? Здесь их несколько, и каждая знает свое дело. Многочисленные тренировки не безрезультатны, ведь и собакам на границе приходится сталкиваться с самыми различными обстоятельствами. Вызывает детский восторг, сила, смелость и самоотдача четвероногих питомцев. Будучи на показательном задержании, которое было организовано специально для собравшихся журналистов, нельзя было усомниться в реальности происходящего. Для овчарки момент показательного занятия, как самый, что ни на есть настоящий. Преступник, быстрая погоня, яростное задержание. До армии не понимал, что собаки такие умные. Например, вот в Комиссар-Экс показывают, что они с полуслова понимают. На самом деле все не так, они работают больше на команды, на инстинкты. Но с собакой, чем больше находишься, тем больше начинаешь понимать просто по взгляду. Сосредоточенные, со стойким, бесстрашным характером, профессионально подготовленные, смелые и рискованные. Это все про них, про пограничников, про тех, кто с гордостью носит высокое звание защитников государственных рубежей. Приятно осознавать, что нынешнее поколение молодых парней не боится трудностей и препятствий военной службы. А это еще один повод говорить про то, что наша родина под надежной защитой.